Губернатор Игорь Руденя совершил рабочую поездку в город Кимры, где состоялось совещание, посвященное консолидации электросетевых активов Тверского региона. В совещании приняли участие председатель правления ПАО Россети Павел Левинский и директор Тверского филиала Россети Центр Тверь Энерго Манвел Мажон. Почему именно Кимры были выбраны местом встречи? Как консолидация электросетевого комплекса отразится на простых гражданах? Об этом расскажет Мария Шалованова. Отключают, мы остаемся без тепла и без воды. У нас же все на электричестве. И такие проблемы возникают у жителей коммунальной улицы, что в Кимрах постоянно. Перебои со светом не дают нормально жить семьям десятка улиц, которые подключены вот к этой трансформаторной подстанции. А теперь из-за большого количества новых подключений отсутствие света для этих людей стало чуть ли не еженедельной проблемой. Потребителей становится больше, дома строятся, напряжения на всех не хватает. Дачники приезжают? Да, дачники приезжают вообще. Десять лет назад, это где-то примерно, здесь была на воде в розетку 170 вольт. Горело все. Для сотен людей подстанция является единственным источником электроэнергии. Причем сам объект никому не принадлежит и, собственно, ответственность за его работу никто не несет. Поэтому необходимые для бесперебойной работы мероприятия на объекте не ведутся. А когда происходит отключение, жители звонят в Тверской филиал Россети Центр Тверинерго, чьи бригады выезжают и устраняют проблему. Попроще. Да, они ее устраняют. Без проблем приехали, но опять, все вот эти средства, которые они затратили, им никто их не компенсирует. Он как бы брошен. Таких бесхозных объектов в Киморах порядка десяти, а общее их число по области не превышает одного процента от общей системы энергосетевого комплекса. Но за каждые десятые этого процента скрываются потребители, чьи семьи вынуждены каждый день ожидать, будет свет или нет. Именно с этой проблемой Тверская область начала борьбу еще в 2019 году. Сегодня составлена дорожная карта. У нас к 20 марта уже будет пошаговый план по каждому муниципальному образованию с перечислением всех активов энергосетевого комплекса, которые сегодня задействованы и функционируют на территории нашего региона. Это позволит постепенно перевести все бесхозные объекты в одни опытные руки компании Россети, которая сейчас заведует 80% всех энергетических объектов России. Будем следить его за работоспособностью, осуществлять необходимые текущие ремонты, капитальные ремонты, реконструировать в случае необходимости, обеспечивать надежное бесперебойное энергоснабжение. Решение по консолидации всех энергообъектов региона было принято Игорем Руденей после масштабного учения энергетиков два года назад. За три месяца была выполнена трехлетняя производственная программа. Расчищена и расширена более 13 тысяч гектаров охранных зон. Выполнена реконструкция 550 километров линий электропередача с заменой опор и проводов. В результате за последние полтора года количество аварий по основным сетям, классом напряжения от 6 до 10 киловольт и выше, сократилось почти в три раза. Нормативный срок устранения аварий также уменьшился и составляет в среднем не более четырех часов. А в случае с брошенными подстанциями они многие годы могли оставаться без должного внимания, что в свою очередь негативно сказывается на электроснабжении подключенных к ним домов. Любой объект электросетевой должен собственник нести ответственность за его содержание, за то, что он был нетравмоопасен, чтобы рядом с ним можно было находиться, чтобы он был в нормативном исправном состоянии в соответствии с всеми техническими регламентами. Но собственники банкротились, нерадивые бросали объекты, не желая вкладывать, и получилось, что вот такие объекты присутствуют. Тверская область – один из первых регионов, который поднимает вопрос о полной консолидации электросетевых активов, отметил Павел Левинский. В свою очередь Игорь Руденя подчеркнул, что консолидация активов даст возможность успешно реализовывать национальные проекты, которые смогут повысить качество жизни населения региона. Реализация данного решения даст не просто повышение эффективности и стабильность в обслуживании, в развитии электросетевого комплекса, но и даст возможность успешно реализовывать национальные проекты, потому что большое количество строящихся учреждений, социальных объектов, медицинских объектов, они нуждаются в надежном электроэнергоснабжении. Кроме того, в рамках рабочей поездки глава региона и гендиректор Россетей посетили парк техники филиала компании, где в частности осмотрели новую подстанцию, которая в течение следующих семи дней заменит старую будку на улице Коммунальной.